Зидан – величайший игрок всех времен и народов, а Биллингем – его копия, говорит бывший игрок Марселя Тони Каскарина, который играл против француза в Лиге 1. Биллингем и Зидан одного роста, у них схожее телосложение и невероятная элегантность в работе с мячом. Возможно, Джуд не так технически одарен, но зато более универсален и быстр, чего так не хватало Зизу. На этом совпадения не заканчиваются. Кумиром детства и примером для подражания Джуда был Зидан. Сам же Зизу описывает англичанина как современную версию себя. В реале Биллингем взял себе пятый номер и, наконец, первый гол Джуда за Сливочных удивительно похож на мяч Зидана за тот же клуб, правда забитый в 2006-м. Однако Биллингем интересен не только сходством с французом, поэтому сегодня вы узнаете, почему изначально не любивший футбол Джуд все-таки начал в него играть, как он стал легендой Бирмингема в 16 лет и для чего клуб вывел из оборота его номер, какие рекорды Биллингем побил в Бундеслиге и как стал самым молодым капитаном в истории. Мы поговорим о его праздновании в сравнении с Месси, звании 20-летней галактика с нереальных дебютах и будущем игрока. Игрока, за которого Реал заплатил больше 100 миллионов евро, заставил играть на другой позиции и получилось круто. А чтобы новые мяч истории тоже получались крутыми, нам помогает компания Фанбет, поддерживающая все наши соцсети. Также Фанбет является официальным спонсором сборной России по футболу и по ФК ЦСКА, официальным партнером ФК Локомотив и многих других футбольных и хоккейных клубов. Реальное спасибо ребятам! Не забывайте вводить промокод «мяч» при регистрации в мобильном приложении. А теперь про Биллингема. Он не любил футбол Папу Джуда называли Криштиану Роналду из нон-лиг. Он забил более 700 голов за карьеру, сыграл больше, чем за 20 клубов и мог бы стать профиком, если бы не работа в полиции. Однако Биллингем-младший не торопился идти по стопам отца и вообще не интересовался футболом. Его первый тренер Фил Вулдридж вспоминал, «Как только выставили перед ним футбольный мяч, он не проявлял особого интереса. Потребовалось некоторое время, чтобы парень увлекся футболом». Но когда у Биллингема начало получаться, его уже было не остановить. Сначала Джуд тренировался с детской командой, основанной его отцом и тем самым Филом. А уже в 7 лет был принят по Академию Бирмингема. К 10 годам парень забивал по 15 мячей за тайм, тренеры ставили его в матчах со старшими ребятами, а Ливерпуль предлагал перебраться к себе. В 13 Джуд играл за сборную Англии до 15 лет, впечатлил Академией почти всех топ-клубов, а затем вместе с папой отказал Барсе. «Мой сын не перейдет в Барселону, он не может играть за такую слабую команду». Звучит необычно, особенно если учесть, что в 10-11 лет в школьном альбоме Джуд написал «Мечтаю играть за сборную Англии и Барселону». Стал легендой в 16. В 15 лет Беллингем уже играл в команде Бирмингема до 23. Летом 2019-го за ним приходил Аякс, но родители парня отказали в Андерсару и предпочли остаться в Англии, чтобы не угрожать развитию Джуда. Правильное решение, особенно когда главный тренер команды вот так отзывается о твоем сыне. «Видел ли я когда-нибудь такого же гениального 16-летнего подростка?» Только один раз. Его звали Лионель Месси. Так что уже в августе 2019-го, когда Беллингем в возрасте 16 лет и 38 дней дебютировал за основную команду Бирмингема, никто особо и не удивился. Это был матч против Сток Сити. Игрок синих травмировался, и тренеру пришлось решать деликатную задачу. С одной стороны, нужно было аккуратно вводить потенциальную звезду в основу. С другой, не навредить молодой психике и не проиграть дома. Ведь до этого Джуд неудачно дебютировал в Кубке английской футбольной лиги и отыграл 14 минут в следующей проигранной игре с Уонси. Начинать профессиональную карьеру вот так, с нескольких поражений к ряду, не самый хороший расклад. Однако, тренер верит в Беллингема и все-таки его выпускает. Первый тайм, второй. Бирмингем проигрывает 0-1. И кажется, что все идет к третьему поражению во взрослой карьере Джуда подряд. Однако, за 17 минут до конца встречи счет становится 1-1. А еще через 3 минуты стадион Сент-Эндрюс просто взрывается от оваций. Победный гол забивает Беллингем. Тот сезон он закончил с 4-мя голами и 2-мя ассистами в 44-х матчах. В итоге, Джуд не просто поможет клубу не вылететь из чемпионшипа, но и принесет огромную денежную пользу. Ведь талант и зрелость, которые Беллингем демонстрирует на поле в 17 лет, привлекут внимание многих топ-клубов. По информации The Athletic, Баруси еще задолго до трансфера начала прогревать Джуда. Боссы клуба хотели сделать его настоящим болельщиком команды. Присылали футболки, приглашали на экскурсию по стадиону и подготовили атмосферное видео со знаменитой желтой стеной, главной фанатской трибуной в Германии. Также клуб запилил презентацию, в которой рассказывалось об адаптации в Дортмунде Джейдена Санчо и специальном подходе, с помощью которого в команде раскрывают молодых талантов. Однако, конкуренты тоже не сдавались. С родителями Беллингема контактировали Бавария, несколько раз звонили в Англию и повышали предложение Дортмунда, Челси, Франк Лэмпорт организовывал встречу на Стэнфорд-Бридж с участием Марины Грановской, а еще были два Манчестера. Скауты Дьяволов просматривали парня не менее 46 раз и гонялись за ним более 4 лет. В марте Джуда пригласили на базу, где его ждали Алекс Фергюсон и Эрик Кантана, а боссы клуба дали огромную для молодого игрока личку. Эмью предлагал ему самую высокую зарплату, может вдвое большую, чем все остальные. Ему были гарантированы миллионы. Однако Беллингем послушал отца, выбрал футбол и пришел в Боруссию, параллельно побив еще один рекорд. Но футбольная общественность шокировала не это. Сразу после ухода Джуда Бирлингем вывел из-за порота его 22-й номер. На тот момент, да как и сейчас, в Англии этого делать было не принято, даже после того, как игрок завершил карьеру. Плюс ко всему, 17-летний парень провел всего один полный сезон в клубе на профессиональном уровне и сыграл 44 матча. Такой жест от не самой последней команды Англии вызвал многочисленные насмешки, а некоторые фанаты других команд даже начали называть Бирлингем клубом-пустышкой. Но, как оказалось, синие не просто решили замотивировать свою молодежь, но и первыми поняли, что за гениальный игрок Джуд Беллингем. Самый молодой капитан в истории Бундеслиги Оправдывать свой трансфер Джуд начал уже в дебютном матче в Кубке Германии, став самым молодым автором гола в этом турнире. Следующий дебют уже в чемпионате страны, сразу ассист и звание новичка месяца в Бундеслиге. А через месяц Бирлингем становится самым молодым англичанином, выходившим в стартовом составе в матче Лиги Чемпионов. Такой бодрый старт замечает главный тренер сборной Англии Гаррет Саутгейт. Поэтому через несколько недель Беллингем играет свой первый матч за основную команду Товарняк с Ирландией, за которую Джуд, кстати, тоже мог бы выступать. Затем дебют на Евро 2020 и звание самого молодого английского игрока на крупном форуме побил рекорд Майкла Оуэна. После Евро Джуд и не думает останавливаться. В октябре 2021 он забивает гол месяца в Бундеслиге, а в феврале 2022 становится вторым самым молодым футболистом, сыгравшим 50 матчей в чемпионате Германии. Последний, третий сезон в Боруссии и вовсе лучший для Беллингема в Германии. Капитанская повестка в 19 лет, включение в символическую сборную чемпионата, звание лучшего игрока сезона в Бундеслиге и самого старого 19-летнего парня от Эдина Тезича. 14 мячей и 7 ассистов в 42 матчах. И это при том, что иногда Беллингем играл оборонительного полузащитника, а в ноябре и декабре вместо отдыха поехал на свой первый чемпионат мира. А там? Забить дебютный гол в сборной на турнире и по совместительству в первом же своем матче на ЧМ? Есть. Сделать два из трех мячей в важнейшем поединке с Сенегалом? Тоже есть. Стать одним из лучших на поле в 1-4 с Францией, где на каждой позиции играют суперзвезды? Готово. И вот кто знает, что было бы в этом списке дальше, если бы не смазанные пенальти от Кейна? По итогам чемпионата мира 19-летний Джуд Беллингем становится лучшим игроком сборной Англии по множеству показателей и получает не только похвалу от главного тренера, но и очередь из топ-клубов, которые хотят его подписать. И вот тут интересно. Даже несмотря на потерю чемпионства в последнем туре, Беллингем не торопится уходить из Дортмунда и выбирает новый клуб очень внимательно. The Times пишет, англичанин лучше останется в Баруси и до лета 2024-го, чем перейдет не в тот клуб. В апреле 2023-го Бильд сообщает, что Манн-Сити, PSG и Челси, Саша, прости, для Джуда слишком непривлекательные и бездушные. Для англичанина очень важны история клуба и атмосфера вокруг него. Так что в итоге 14 июня 2023-го года Беллингем за 103 миллиона евро переходит в Мадридский Реал и становится... Галактикос уже в 20 лет? Почему? Как минимум из-за возраста и суммы трансфера. Ведь с учетом бонусов она может вырасти почти до 134 миллионов и это за 19-летнего игрока. Однако абсолютно все, и кто сомневался в переходе, и кто в него верил, уж точно не ожидали такого дебюта. Сначала Джуд повторил достижения Снейдера и Криштиану, забив в каждом из своих первых трех поединков за Реал. Затем обошел своего кумира. У Седана 5 голов и 1 ассист в 10 первых встречах за Сливочных. А потом и вовсе разрушил рекорд Роналду, сделав 10 плюс 3 в тех же первых 10 матчах за Королевский клуб. У Криша было 10 плюс 1. Да, дебют у Беллингема получился что надо. А теперь о том, какой он игрок и человек. Ведь настоящий Галактикос это не только про статистику. Во-первых, практически все эти рекордные и победные голы были забиты в сложных матчах, очень часто в концовках. Все потому, что Джуд выдающийся атлет. Он очень развит физически и практически идеален для своей позиции. Именно поэтому парня хватает на сложные матчи, сольные проходы и мячи в добавленное время. Напомню, игроку сейчас только 20 лет. Во-вторых, Джуд универсал. Беллингом играет и принимает мяч между линиями. Может в течение всей встречи управлять игрой своей команды и делать обостряющие передачи. А может просто дойти до штрафной, перепрыгнуть защитника и забить головой, как центральный нападающий. Ну и не могу не добавить сюда уже легендарную историю от тренера Академии Бирмингема Майка Дотца. Почему Джуд играет под 22 номером в сборной? Как-то раз он подошел ко мне и попросил десятку. Я ответил, что ему отлично подойдет 22-й. Он удивился, но я объяснил, что он может играть и четверку и восьмерку и десятку. Если сложить, получится как раз 22. В-третьих, футбольный интеллект. Беллингем шикарно видит поле и постоянно обостряет. Это подтверждается показателями его прошлого сезона в Барусии. Англичанин также классно использует свободное пространство и уже один из лучших в мире по полезным джуд. Посмотрите, как джуд аплодирует пасу кросса. И это напомню в 20 лет. Комментарии излишни. В-четвертых, человеческие и бойцовские качества. Беллингем, несмотря на суперзвездный статус, остается все тем же добрым, воспитанным и трудолюбивым джудом. Я много раз встречался с ним после его ухода из Бирмингема и ни разу не видел, чтобы он изменился. Это все тот же старый джуд. Он не забрасывает другие сферы и постоянно развивается. Например, во время пребывания в Дортмунде Беллингем продолжал дистанционно учиться и даже защитил диплом в университете Лавборо. Однако, чтобы стать лидером такого клуба, как Реал, недостаточно просто быть классным парнем, Рамос подтвердит. Периодически нужно включать наглость и злость. И этот джуд тоже умеет. Во время игры с Рейнджерс, после которой Дортмунд вылетел из Лиги Европы, «Ты не можешь отдать ни одного гребаного пасса! Ты гребанное дерьмо! Каждый чертов раз!» Жестко вообще да. Особенно, если учесть, что у них разница в возрасте 10 лет. Однако, многие болельщики поддержали джуды. Именно таких эмоций не доставало команде в той встрече. И, скорее всего, именно такого запала не хватило в последнем матче чемпионата с Майнцем. Напомню, англичанин в той встрече не играл из-за травмы колена. Или другой пример. После проигранного поединка с Баварией молодой парень раскритиковал рефери Феликса Цвайера, сказав, «Вы даете арбитру, у которого в карьере был договорняк обслуживать главный матч в Германии. Чего вы тогда ожидаете?» Опять же, дерзкие слова от совсем еще юного футболиста, но не без доли правды. Ведь прошлое у Цвайера действительно мутное. Будущее После ухода Месси и Роналду испанскому чемпионату не хватало звезды экстра-класса, которая бы снова начала привлекать аудиторию из других стран. И кажется, Джуд постепенно занимает эту нишу. С ним фоткаются полицейские. Фанаты Альмерии надевают футболки сливочных с пятым номером и подходят за автографами после матча, в котором англичанин только что разнес их в клуб. На пресс-конференциях у игроков Реала и Анчелоти спрашивают только про Беллингема, Бернабео разучивает новую песню, а чемпионат Испании получает еще одно узнаваемое празднование Брент, которое повторяют не только дети и футболисты, но и звезда тенниса Карлос Алькарас. Кстати, про празднование. Раскинутые руки фишка Беллингема с 16 лет. Многим болельщикам это напоминает Бекхэма времен Эмью или Месси Нассатегу Бернабео в 2017. Также есть инфа о том, что это отсылка к Полу Сколзу и его третьему голу в ворота Нью-Касла. Однако, сам Беллингем говорит следующее. Правда в том, что я не знаю, откуда оно взялось. Неважно, как Джуд придумал свое празднование. Фишка в том, что оно разлетелось по миру и выполняет свою главную функцию, развлекает зрителей и выглядит максимально эффектно. Помимо развития клуба и лиги в медиаполе, англичанин без проблем влился в звездный коллектив и уже улучшил атмосферу в команде. Игроки троллят друг друга в комментах, Чиомини повторяет празднование Джуда в матче с Борной, а Венисиус не только раскидывает руки в сторону, но и говорит в эфире «Реал Мадрид ТВ». Надеюсь, что моя связь с Беллингемом будет такой же, как с Каримом. Много голов, передач и жога Бонита. Топовый футболист на десятилетия вперед, настоящий лидер и очень ценный медиа-актив, который уже начал генерировать новых спонсоров и подписчиков, например, из Великобритании. Прошлым летом «Реал» очень хотел купить следующего лучшего игрока мира, который получит золотой мяч. И, кажется, купил. Как думаете, Беллингем превзойдет и выиграет в Мадриде все возможные трофеи? Напишите свое мнение в комментариях. Там же можете предложить тему и героев для следующего выпуска. Ну и по классике лайк, подписка, колокольчик. Все то, что помогает в продвижении нашего контента в Ютубе. С вами был Саша Слудников. Творите, несмотря на возраст и досматривайте мяч истории до конца. Говорят, там бывает кое-что интересное. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова